И давай обсудим Лукашенко, твоего пациента. Он пациент психбольницы, он пока не мой пациент. Ну вот судя по тому, что он сегодня сказал, возможно, так и есть. Он заявил, что Украина предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении. И Песков тут же сказал, что насколько я знаю, ничего Украина не предлагала. Видимо, у Пескова стоит прослушка на всех телефонах Лукашенко, поэтому он сразу и отреагировал. Значит, ты понимаешь, Путин для меня вне конкуренции по ненависти. Но Лукашенко недалеко от него ушел. Это чистая гнида, которая предала Украину, которая предоставила свою территорию, вопреки заявлениям и уверениям меня в том числе, что никогда этого не будет. Ты помнишь, как он в Минске нам сказал? Никогда бил себя в грудь пограничник хренов. И в интервью, а потом еще вне интервью он об этом столько раз говорил. Проклятый человек, проклятый человек. На его руках кровь, кровь украинцев. Поэтому всему, что он говорит, я не верю. Он вообще, как это сказать, чтобы без мата было, сошел с ума. Чувак на полном серьезе заявляет, что за разработками искусственного интеллекта в Объединенных Арабских Эмиратах стоит он. Ну, какие к нему после этого вопросы? Мне иногда кажется, что он специально делает такие заявления, чтобы потом, когда его возьмут, сказать, ребята, да я вообще шизик. Вы чего, вы посмотрите, что я наговорил. Посмотрите, что я наговорил. Да мне в психбольницу подскажите, как туда попасть. Я тебе серьезно говорю. У меня иногда есть мысль, он же очень умный и хитрый. В биппалату. У меня есть иногда мысль, что он такими заявлениями себе подстелить хочет соломки на будущее, когда его возьмут за жопу. Понимаешь? А то, что возьмут, у меня сомнений никаких нет. Они вешаться и стреляться не будут, как Гитлер и Геббельс, Путин и Лукашенко. Они жить хотят, любят жизнь. Бабок много, благ много, благ западной цивилизации. Я думаю, Путин вино крымское не пьет. Или Сочинское. Там родственник его, сегодня информация была, не родственник, а кто там, муж дочери или племянник, занимается поставкой элитных вин западных к столу его величества Владимира Путина. То есть эта скотина еще пьет западные вина, лучшие. А не шмурдяки, которые в России производят. И Лукашенко пьет лучше, и ест лучше, понимаешь? И одевается в лучшее. На нем же не белорусские костюмы, согласись, правда? И на Путине не российские. И часики, не полет, не слава, и не там, что там еще, какие, Москва или орбита, что там за часы были. Ты сказал по поводу того, что Лукашенко возьмут за жопу рано или поздно. Тут вопрос, каким образом возьмут, так как Пригожина за жопу или фигурально. Вот сегодня Песков, кроме всего прочего, сказал, что Киев типа готовит вместе с американцами покушение на Пригожина. Я слышал об этом, что он сказал. Исключить нельзя ничего. Но то, что американцы, я не говорю о покушении, взялись за Вагнер, мы это понимаем. То есть у Вагнера, у основателей Вагнера, земля будет гореть под ногами. Американцы очень дотошные люди, их надо знать хорошо. Они не торопятся, но они очень следуют праву, понимаешь? Вот следуют праву, никуда не спешат, но всегда до конца доводят начатым. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, пора уже начать и тожить говоренное. Вот американцы... Ты что-то его сегодня уже второй раз цитируешь. Да, слушай, Михаил Сергеевич имеет большие заслуги перед украинским народом. Благодаря ему у нас хоть появилась в Советском Союзе тогда огласность, демократия, перестройка пришла. Вследствие чего этот долбанный Советский Союз распался, и Украина стала независимой. Только цену за эту независимость мы платим сейчас. Отложенная цена. Тут вопрос о том, это он сделал по собственной воле, потому что был такой демократ, сводоболюбец, или же он вынужден уже был сделать и пойти на гласность, перестройку, потому что у него всё неслось уже, как машина без водителя и руля на рифы. Сказать тебе честно? Мне это уже не интересно. Мне интересен... Тем не менее. Но он был не кровавый человек. Он мне говорил, на этих руках нет крови, он говорил. Ну, были же большие эпизоды и по нему. Я его спросил, Михаил Сергеевич, вот когда развалился Советский Союз, вам не хотелось, у меня же немного бесед было, вам не хотелось самолёты с заговорщиками, там, вы же считали, что это заговор, самолёты там пульнуть в самолёты или вывести армию на улице? Говорит, да ты что, он руками замахнул. Да ты что, это же кровь пролилась бы. Вот таким я его запомнил. А этот шлюцик Путин, для него кровь пролить, он уже сотни тысяч людей уже на нём. Ты представляешь? Нет, да я с Путином, я его даже не сравниваю, это вообще вселенское зло невероятное какое-то. Сотни тысяч людей на этом маленьком, ничтожном крысёныше. Про Пригожина мы с тобой заговорили. И сегодня Financial Times написала, что для Пригожина запустили проект Шекспир. Он помогает уклоняться от санкций, что он со своими какими-то компаниями, которые записаны не на него, пытается выводить и выводит деньги активно и для Путина, и для окружения. И в связи с этим можно вспомнить слухи, которые до этого активно циркулировали, про то, что Пригожин физически золото Путина, то есть именно в слитках, в твёрдой валюте, всё как они любят, и в наличке, хранит в бункере на территории нескольких стран, в том числе в Южном Судане. Тут российские боты набежали, пишут, лишь бы Пригожин не взялся за Америку. Тут куча ботов набежала к нам в чат, ты знаешь. Я вижу, да, я вижу, что работают, хоть зарплату люди получают, там же в России у них безработица, у них даже продуктовая корзинка уменьшилась, потребление за последний год очень сильно. Это таким образом они, понимаешь, величие своего показывают. Да, нас смотрят 24 тысячи 022 человека, пишут. А реально, слушай, а вот реально, ты можешь себе представить, то есть что это такое? Вот это где-то бункер, в котором хранится, как в этих фильмах про затерянное сокровище, куча золотых слитков, налички, драгоценностей, в чём они это сохраняют? Ты, если бы была Путиным, ты бы допустила, чтобы твоё золото, награбленное тобой у российского народа, валялось где-то в Африке, непонятно какой Африке, непонятно кто там за это отвечает и так далее. Вот скажи честно. Я тебе хочу сказать, ты уже назвал столько составляющих в этой цепочке, что я уже не дойду до сути. Потому что я бы никогда не была Путиным, я бы никогда не грабила, я бы никогда не складывала это в золоте. Снять человека, всегда надо попытаться стать на его место. Стань на место Путина. Вот ты натырила золото кучу, да? И что, ты его в Африке разместишь? Я бы такого не сделал. Я не верю в это. Ты думаешь, он где-то под жопой в России хранит? Я думаю, знаешь как? Смотри, Путин, это ведь вершина айсберга. Россия правит КГБ, которое называется сейчас ФСБ. Россия правит ФСБ, это мафиозная организация, которая руководит государством. Поэтому золото, не золото, бабки, все размещено на людей каких-то. И организация следит за тем, чтобы люди не пускали добро налево. И знаешь, это же наши депутаты, допустим, или российские депутаты, ну на кого размещали? На любовниц, на водителей, на помощников. Потом приходили к ним, уже власти их не было. Я знаю много таких случаев. Приходит к водителю, говорит, Микола, там то, что я на тебе разместил, давай зараз заберу, я уже не депутат. Кто-то ему каже, да Господь с вами. Петро Петрович, вы шо? Это же не ваша, это же моё. Как твоё, Микола, я же на тебе разместил. Да что же вы разместили, это же я купил. Отже, видите, бумага, это я купил, это моё, вы шо? Господь с вами идите звезды. Вот так это происходит. Поэтому, а если к ФСБшнику придёт, ФСБшная организация, он понимает, он на работе, на службе. Его служба заключается в том, чтобы вот на нём было чьё-то добро. Кроме того, на олигархах многих путинское добро. Это же не они такие сказочно богатые, там бабки Путина. Но какой олигарх в здравом уме скажет, это моё? Ну, сразу же секир башка.